Здравствуйте! Это событие. О том, что происходит в Самаре, рассказывают наши корреспонденты и я, Олег Зверев. И вот главная тема выпуска. Большой футбол придет на каждую улицу. Как сделать Россию футбольной страной, обсуждали на заседании президентского совета. Не заплатил налоги? Спи спокойно. Для бизнесменов-новичков в регионе объявят фискальные каникулы. Высокое искусство в массы. В Самаре прошел музыкальный фестиваль имени Мстислава Ростроповича. В России будет подготовлена общенациональная стратегия развития футбола. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Еврокомитета России-2018. С основным докладом выступил губернатор Николай Меркушкин. Он руководитель рабочей группы по подготовке заседания. Как сделать Россию футбольной державой – тезисы в нашем материале. Изначально заседание Совета собирались провести в Самаре. Президент России планировал осмотреть стадион, стройки которого он дал старт в июле 2014 года. Но в этот день из-за нелетной погоды планы пришлось изменить. Погода не позволила, к сожалению, сегодня посмотреть на строящиеся в Самаре объекты, на футбольный стадион. Глава страны пообещал посетить Самару и объекты, которые возводятся к Чемпионату мира по футболу. В городе должны пройти топовые матчи мундиали. Но не чемпионатом единым. Задача – сделать Россию футбольной страной. Самый популярный массовый вид спорта нуждается в особой поддержке со стороны государства. Очевидно, что нам нужна четкая, адекватная программа действий. И в этой связи предлагаю подготовить общенациональную стратегию развития футбола до 2030 года. Ну, конечно, нам нужно к 2018 году достойно выступить, подготовиться и выступить в 2018 году. Среди приоритетов должен быть рост числа занимающихся этим видом спорта. А также успешные выступления наших футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая, как я уже говорил, Чемпионат мира 2018 года. Сразу после заявления президента основной доклад губернатора Самарской области. Николай Меркушкин, руководитель рабочей группы по подготовке заседания. Впервые президентский совет по развитию физкультуры и спорта посвящен одному виду спорта – футболу. По словам главы региона, прививать интерес к футболу необходимо с раннего возраста. Пример – опыт Самары. Небольшие футбольные поля и игровые комнаты оборудуются в новых детских садах. Предложение рабочей группы внести изменения и в типовые проекты школ, чтобы предусмотреть в них наличие футбольных полей. Но и этого мало. Футбол должен быть в каждом дворе. Конечно, доступные поля нужны и рядом с жилыми домами. Ведь любители погонять мяч у нас всех возрастов. В сложившейся застройке, к сожалению, не всегда можно найти место. Но вот в части новостроек, а их в стране сейчас очень много, считаем целесообразным внести в градостроительное законодательство изменения, которое еще при планировке территории обеспечит наличие спортплощадки в том числе для игры в футбол. Мы это уже начали тоже делать. Стране нужны общероссийские центры развития футбола, чтобы уходить от практики, приглашения легионеров и воспитывать своих. В спортивных и педагогических вузах необходимо создавать специализированные кафедры по подготовке тренеров на высшем уровне. Что же касается чемпионата мира 2018 года, сегодня есть все шансы сделать его лучшим в истории, так же, как и Сочинскую Олимпиаду. А чтобы у регионов хватило денег, предложение поддержать их дополнительными бюджетными кредитами. Мы со своей стороны, Владимир Владимирович, обещаем вам сделать все, чтобы вы, как президент, вся наша страна, и мы, регионы, и многие-многие поколения наших людей гордились тем, как Россия провела у себя первый в истории чемпионат мира по футболу, и какое великое наследие оставлено потомкам. И одним из таких наследий могут стать многочисленные кубки чемпионатов самого высокого ранга, которые смогут завоевывать российские герои спорта. Олег Зверев, События. Еще одна серия почтовых марок выпущена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Коллекции филателлистов скоро пополнят марки с фотографиями Льва Яшина и еще шестерых легендарных футболистов. Три набора уже разошлись по частым альбомам, новые уже увидел Сергей Кизоркин. Легендарный советский вратарь Лев Яшин и еще шестеро футболистов оказались на российских почтовых марках не случайно. Новую четвертую по счету серию выпустили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Гасили коллекцию по традиции известные футболисты крыльев советов и представители Самарской почты. Они все из расцвета нашего советского, я считаю, футбола, когда на мировых аренах наш футбол все-таки звучал. И легендарный Лев Яшин, о котором не говорили не только в СССР, не только в России, а во всем мире. И даже те, скажем так, уникальные прозвища, которые ему давали, одно из них Черный паук. Со звездами футбола 60-х ветерану крыльев советов Валериану Панфилову сыграть не удалось. Он забивал мячи 20 лет спустя, но уже после спортивной карьеры они нередко встречались на футбольных матчах в качестве зрителей или тренеров и с юмором вспоминали свое прошлое. Валентин Бубукин, он вообще был просто очень интересный человек с чувством юмора с большим. Я вот рассказывал, что он говорит, у нас же Лобановский, и вот сейчас Слуцкий качается на лавке все время. Я говорю, не так качаюсь, я качаюсь в сторону. А я спрашиваю, а что такое, почему? Он говорит, да просто с трибуны тяжелее попасть будет в меня. Каждому участнику гашения этой серии марок легенды спорта Почта России подарила один экземпляр. Бывшему вратарю крыльев советов Виктору Гаусу, как и положено, вручили марку с изображением великого галкипера советского футбола Льва Яшина. Я так живьем-то не видел, как он играл, но есть записи старые, я с большим уважением отношусь. И всех людей, которые сегодня в марке были, я их в принципе так не лично, конечно, а так всех знаю, представляю. Против Валентин Казмича в торпедах мы обыгрывали их, он был главным тренером, так что очень приятно, что таких людей не забывают. Уникальную коллекцию футбольных марок можно будет приобрести на почте. Однако филателлистам стоит поторопиться, количество экземпляров ограничено. Марки с легендами футбола можно будет увидеть и в музее крыльев советов. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, События. В памяти выдающегося инженера на предприятии Кузнецов открыли мемориальную табличку Леониду Чечени, легендарному директору моторостроительного объединения имени Фрунзе. Он был не только идеологом развития завода, но и руководителем, которого уважали и любили все сотрудники. За что секрет профессионального успеха советского бигбосса узнавала Марина Матвейшина. Человек, слово и дело. Генеральный директор завода имени Фрунзе увековечен в бронзе. На территории ОАО Кузнецов открывают мемориальную доску Леониду Чечени. Его вклад в развитие предприятия огромен. При его участии в конце 50-х годов на заводе стали осваивать сложнейшую ракетную технику. В месяц завод выпускал 60 двигателей. О своей работе Леонид Чечени не забывал ни на минуту, вспоминает его сын Людвиг. Я помню, мы были на рыбалке в 60-м году на Керсончике, на его родине. Ну, клюет хорошо все. Смотри, у него клюет. Я говорю, ты куда смотришь? И тебе же клюет. Ты знаешь, а у нас сегодня портком. Это за 2000 километров от завода. В отпуске я был поражен. Руководителем он был гениальным, вспоминают коллеги. Все производство директор знал досконально. И с каждым сотрудником был знаком лично. А их было более 200 человек. Походил по заводу, звонит. Валентин Михайлович, я вот был сейчас в цехе. Значит, мне там начальник ПДБ сказал, что он много бегает по заводу, у него ноги болят. Слушай, а мы не можем ему что-нибудь приобрести? Я говорю, ну что, велосипед? Ну, давай велосипед, тогда организуй ему, приобрети. Добрым словом, вспомнят Леонида Степановича и те, кто когда-то мальчишками отдыхал в пионерском лагере. Директор предприятия организовал для них настоящий праздник. Покатал на заводском самолете. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. В Самаре проводят обыски сотрудники Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Эту информацию подтвердила пресс-служба ведомства. Как сообщается на официальном сайте, в 2014 году в Петербурге, Москве и других городах, в том числе и Самаре, подозреваемые в мошенничестве приобретали лом металла и по поддельным документам отправлялись за границу под видом высокотехнологичного сплава. А затем по фальшивым декларациям возмещали НДС, хотя по закону на лом металлов он из бюджета не возмещается. По предварительным данным, эта мошенническая схема могла работать с 2010 года, а из бюджета было похищено более 3 миллиардов рублей. Итоги стратегических командно-шабных учений Центр-2015 подвели сегодня в правительстве Самарской области. Проверка боеготовности вооруженных сил проходила под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина в сентябре в 29 регионах страны. В тренировках принимали участие не только военные, но и представители местного самоуправления. Они проявили сплоченность и умение управлять городами и районами в экстремальных условиях. Тем, кто проявил себя с наилучшей стороны, вручили благодарственные письма и почетные грамоты от имени губернатора Николая Меркушкина. Одним из первых награду получил и глава Самары Олег Фурсов. Большую работу провели по подготовке пунктов управления, которые обеспечивали устойчивость управления при выполнении тех задач, которые в ходе учений ставились. Ну и не секрет, что порядка полутора тысяч граждан были оповещены и призваны на военные сборы для выполнения задач учений. Успешно справились с задачами и боевого слаживания, и взятия объектов под охрану, и всех тех моментов, которые положено выполнять военному человеку. А сейчас коротко о других событиях этого дня. Сотрудники МЧС спасли жизнь двух человек, чья мотолодка «Казанка» дала течь. ЧП случилось на Волге в районе поселка Южный. «Казанка» поздним вечером натолкнулась на препятствие, и вода стала заливать лодку. Поисково-спасательная операция длилась около 25 минут. Жуткая авария произошла в Самаре на улице Революционной. «Жигули» буквально намотала на столб. Водитель погиб до приезда скорой помощи. По предварительной версии, ему стало плохо за рулем, и он потерял управление. В Самаре незаконно торговали с зарубежными медицинскими препаратами, которые используют для контурной пластики в косметологии. Эти лекарства не были зарегистрированы в государственном реестре. Всего было продано 25 упаковок препарата на общую сумму более 100 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Остановки целецентра на Московском шоссе отремонтированы. С 9 декабря троллейбусы под номерами 4, 12, 17, 19, 20 и автобусы 1, 4, 21, М67 в направлении из центра города будут останавливаться в прежнем месте. Сразу после перекрестка с улицы Советской армии возле центрального входа в парк имени Гагарина. Напомним, временный остановочный пункт для этих маршрутов был организован в связи с капитальным ремонтом Московского шоссе. Самарская область получит дополнительно 108 миллионов рублей на поддержку семей с тремя детьми. Распоряжение о выделении дополнительных субсидий регионам подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Увеличение финансирования связано с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты. Налоговые каникулы для начинающих бизнесменов. Региональный кабинет министров поддержал законопроект о льготах для индивидуальных предпринимателей. На бюджете это не скажется, а вот открыть собственное дело будет гораздо проще. Марина Кравцова узнала, когда заработают новые правила. Не платить налоги и спать спокойно смогут начинающие самарские предприниматели. Областное правительство поддержало законопроект о налоге в 0% для бизнеса. Касаться это будет отраслей производства, социальной и научной сфер и бытовых услуг. Налоговые каникулы предоставят только индивидуальным предпринимателям, то есть физическим лицам, которые зарегистрировали бизнес после вступления в силу закона. Количество сотрудников таких фирм должно быть не больше пяти человек, а годовой доход не выше 8 миллионов рублей. Мы часто говорим о необходимости изменения структуры экономики, но один из шагов в этом направлении является снижение нагрузки на бизнес. Законопроект позволит поддержать начинающих предпринимателей. Очень многие боятся заниматься предпринимательством ровно по той причине, что с этим сопряжены большие риски, серьезная налоговая нагрузка. И мы, по сути, помогаем людям начать заниматься бизнесом с минимальными рисками. Налоговые каникулы будут длиться три года. Поддержку получат не только малый бизнес, но и крупные инвесторы. Кабинет министров утвердил программу развития инфраструктуры градостроительной деятельности на ближайшие три года. В ходе реализации дорожной карты, внедрения лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Самарской области мы приступили к формированию эталонного правового регулирования и основанной на нем деятельности муниципальных органов в работе с инвесторами. Программа должна помочь привлечь новых инвесторов. Так, для строительства объектов регионального значения земельные участки будут предоставлять без торгов, а сроки административных процедур существенно сократят. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Новые методы электроснабжения, безопасный уран и груша с эффектом антиоксиданта. Молодые ученые Самарской области представили свои разработки на суд жюри. Сегодня исследователи получили награды, дипломы и премии на реализацию проектов. С ними познакомилась Мариана Мирная. Коллеги по научному цеху называют Антона Савченкова урановым человеком. Кандидат химических наук разрабатывает новые методы использования этого элемента. Что позволит снабжать энергией города. На сегодняшний день это самый лучший источник энергии. Он в принципе безопасный, если все правильно делать. Экологически чистый и очень большой запас энергии можно получить. На развитие научных проектов Антон Савченков получил премию 100 тысяч рублей, как и еще 15 кандидатов наук, которые приняли участие в областном конкурсе молодых ученых. Среди них есть и аспиранты, и студенты. В Самарской области девушек, связавших свою жизнь с наукой, не меньше, чем мужчин. И в сложных дисциплинах они разбираются не хуже. Пусть это не всегда какой-то конкретный уже результат, но некоторая идея, наметки этой идеи, которые дальше можно развивать, вот это самое важное. Ведь дефицит больше всего именно идей. Если будут идеи, будут и разработки. Конкурс молодых ученых проводится с 2008 года. На заметку берутся все необычные идеи. Большая часть работ – это фундаментальные исследования, но у них есть шанс найти применение на практике. Мариана Мирная, Константин Головин. События. В России сегодня День Героев Отечества. Памятные даты приходятся на 9 декабря, когда еще до революции чтили Георгиевских кавалеров. Торжественные мероприятия в честь тех, кто за личное мужество и героизм заслужил золотые кресты и звезды, прошли и в Самаре. Память о Георгиевских кавалерах увековечит Музей боевой славы 176-й Самарской школы. Праздник Георгиевских кавалеров открывают ученики 176-й Самарской школы. Эти ребята не понаслышке знают о подвиге своих предков. В школе есть музей боевой славы. Орденом Святого Георгия были награждены 35 самарцев. Награды, фотографии и письма. Этим ребятам предстоит сохранить память о героях. Я считаю, что наше поколение должно знать героев, которые отдали свои жизни за свою родину. Высшую воинскую награду больше 200 лет назад учредила Екатерина II. Среди военных Орден Святого Георгия считается особенно почетным. Этой наградой удостаивались только те воины, кто с оружием в руках на поле боя доказывал свою верность Отечеству. Орден Святого Георгия, его еще называют военным орденом. Это единственная награда, которую можно получить только за участие в боевых действиях. Она на паркете не заслуживается, она в поле. В этом году в Самаре появилась организация «Союз георгиевских кавалеров, их потомков и исследователей». Ее возглавил участник спецоперации в городе Цхинвал Максим Емельянов. Свои 30 лет он настоящий герой, кавалер Георгиевского креста четвертой степени. Основной задачей организации видит патриотическое воспитание подрастающего поколения. Патриотизм, я думаю, должен воспитываться с детства у учащихся, у школьников. И то есть, когда они это видят, они этим занимаются, у них возникает гордость за нашу страну. По примеру своих предков, эти ученики войдут в Самарскую Георгиевскую полуроту. Планируется, что она примет участие в параде 7 ноября 2016 года. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. В Самаре готовят места для предновогодних сельскохозяйственных ярмарок. На семи площадках в разных районах города можно будет запастись к празднику продуктами местного производства. Ярмарки будут работать с 9 утра до 6 вечера, с 18 по 20 декабря и с 25 по 27 декабря. Минсельхоз и городской департамент потребрынка проводят работу, чтобы сделать цены на продукты на предновогодних ярмарках доступными и ниже, чем на постоянных рынках. Если цена такая же, как на рынке, мы приводили пример, то люди точно не пойдут, а пойдут туда, куда они ходят без ярмарки. Если это точно будет сегодня процентов на 15-20 дешевле, то точно придут на ярмарку. Высокое искусство на самарской сцене в Театре оперы и балета. Восьмой раз прошел музыкальный фестиваль, посвященный Мстиславу Ростроповичу. Великий музыкант считал своим долгом развивать искусство в провинции. Его дело продолжает знаменитый дирижер Валерий Гергиев. По его инициативе организован музыкальный фестиваль в Самаре, где любил бывать Ростропович. Классической музыкой наслаждалась Марина Матвейшина. Симфония Рахманинова в исполнении Мариинского симфонического оркестра под руководством маэстро Валерия Гергиева. Раздвигает рамки сознания и заставляет ощущать музыку буквально кожей, до мурашек. Маэстро в очередной раз развенчивает миф о сакральности дирижерской палочки. В этот раз ее вообще нет. После концерта в беседе с журналистами рассказывает случай, как в Нью-Йорке доказал друзьям, дирижировать можно чем угодно. А поскольку мы были в японском ресторане, я взял и, уходя, захватил его палочку. Через час мы все были в Линкольн-центре, я дирижерал шестой сифони Майдера. Сидели они в ложе дирижера, это прямо вот так, наверху. И я вышел на концерт, нью-йоркский оркестр филармонистик играл, и отсюда вытащил из китайского ресторана палочку и посмотрел на нее. И они чуть не выпали из этой ложи, потому что они стали жестикулировать, чай мне в глаза, говорю, они узнали. В Самаре проходит восьмой музыкальный фестиваль Мстиславу Ростробовичу. В этом году он посвящен творчеству Сергея Рахманинова. Звезды Мариинского театра и симфонический оркестр дают три концерта. Один из них благотворительный. Это и есть главный замысел, отмечает Валерий Гергиев, нести классическую музыку в массы. Впервые фестиваль был организован в 2008 году Валерием Гергиевым и областным правительством. За это время прозвучало большое количество произведений российских, зарубежных композиторов. Надеемся, что фестиваль у нас будет жить еще очень долго, и многие годы мы будем сотрудничать и с симфоническим оркестром Мариинского театра, и, конечно, с самим маэстро Валерием Гергиевым. Есть идея познакомить самарскую публику со знаменитым балетом Мариинки. Маэстро Гергиев обещает подумать, как это устроить. Это будет большим событием для Самары. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. История Франции в рекламных афишах. Выставка с таким названием открылась в Самаре. В экспозиции больше 50 афиш, плакатов, этикеток от вин и сыров. Причем зачастую эти агитки для современного человека выглядят несколько шокирующе. О рекламщиках-провокаторах прошлого столетия, для которых не было табуированных тем. Репортаж Лариса Шлафаст. Чем жила Франция в 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого века, можно увидеть на рекламных плакатах. Шоколад, одежда, бытовая техника. Судя по тематике большинства агиток, к алкоголю и курению в то время относились намного лояльнее. Так, на одной из афиш изображен курящий ребенок. Рекламщики уверяли, такой товар полезен якобы даже младенцам. В 60-е годы во Франции дизайнеры начали активно использовать в рекламе известных персонажей и исторических личностей. Например, Наполеон рекламировал холодильники, велосипеды и даже камины. В рекламе камины изображен Наполеон. Видя этот плакат, люди понимали, печка настолько хороша, что могла бы согреть даже французскую армию, суровой русской зимой 1812 года. В экспозиции выставки больше 50 афиш рекламных вырезок из газет, этикеток от напитков и сыров. Выставку уже увидели в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В Самаре французскую рекламу показывают в рамках фестиваля «Французская осень». Все плакаты отобраны из коллекции Парижской библиотеки Фарни. Они в юмористической форме представляют историю Франции, начиная со времен галлов и до наших дней. Основная задача этой выставки образовательная, для того, чтобы расширить знания самарской публики об истории Франции. Но не только. Здесь можно, конечно, почерпнуть знания об исторических каких-то личностях. Познакомиться поближе с культурой Франции все желающие смогут до 19 декабря. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. А сейчас время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинские гандболистки помогли сборной России выиграть Испанию. Хоккейная «Лада» не платит по долгам. Сергей Светлов собирается идти в суд. Бывший тренер хоккейной «Лады» до сих пор не получил причитающуюся ему зарплату. Клуб уволил специалиста еще в сентябре. Тогда команду преследовала серия поражений в КХЛ. Согласно регламенту лиги «Лада» должна была рассчитаться с тренером немедленно. Однако, по словам Светлова, ситуация, увы, заходит в тупик. Руководство клуба даже не выходит на контакт. Очень не хочется идти в арбитраж, но, похоже, мне не оставляют другого выхода. Жаль. Конец цитаты. Сборная России по гандболу, за которую выступают четыре игрока «Лады», победила Испанию 28-26 на чемпионате мира в Дании. В матче на площадку выходили все тольятинки. Татьяна Ярохина, Ольга Акопян, Дарья Дмитриева и Ирина Близнова, которую назвали лучшим игроком встречи в российской команде. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok